МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Решил в кой век выбраться на улице поснимать, и что-то прям погода не фортанула, ветрище сильное, поэтому вместо софтбокса свечу на себя просто рефлектором. Надеюсь, не все это так погано выглядит. Вот. Ну и по звуку, конечно, сзади машина будет ездить иногда, поэтому... Вот. Про что, собственно, речь? Сбылась мечта идиота, так сказать. Попался мне, наконец, в руки объектив Canon EF50 1.2L. Значит, кто-то скажет, ну, чувак, ты как минимум лет на 18 с этим обзором опоздал. Объектив 2006 года, и как бы разумно уже снимать пора РФ-ную версию 51.2. Не могу с этим не согласиться, с удовольствием снял бы обзор и на РФ-ный объектив. Но объясню. Мое фото детства, ну, если так можно назвать, проходило, конечно, в спартанских условиях. Это деревянные фотоаппараты, прибитые гвоздями к полу. Это советские объективы Helios 44, Jupiter 9 и всякие Jupiter 37 и ежи с ними. В общем, об фиксфокальных L-ках мне приходилось в ту пору только мечтать. И худо-бедно я, помнится, накопил на 70-200 с диафрагмой 4 и радовался, как безумный полосатая труба L-ная, там, ну, вообще всё круто. К тому же времени, когда у меня появилась возможность что-то купить более серьёзное, всё равно денег хватало на что-то определённое, поэтому приходилось выбирать. И, опять-таки, к тому времени, когда была бы возможность его купить, этот полтинник, я уже к полтинникам, честно говоря, немного охладел. И уходил в сторону либо 35-ок, либо 85-ок, то есть либо более широкого угла, либо более, наоборот, длиннофокусного. А сами полтинники я не рассматривал. И вот, наконец, у меня открылось второе дыхание, назовём его так. Мне вновь стало интересно фокусное расстояние, нормальное фокусное расстояние, там, 40 мм, 45-50 мм, там, какие ещё бывают, около того. И поэтому мне стал интересен этот объектив, тот, который в своё время прошёл мимо меня. И вот я его, наконец, взял на обзор, на протестировать. Взял я его, как всегда, в фотопрокате Фото ПРО Краснодара. Вот. Сразу скажу, объектив в прекрасном состоянии внешнем. Впрочем, как и другая оптика в этой компании, они всегда у них, вся техника выглядит очень-очень хорошо, бережно относится, видимо. И это правильно. Вот. Что касаемо объектива, он не такой уж достаточно крупный, вполне соизмеримый с какими-нибудь там другими объективами этого фокусного расстояния. И даже по современным меркам можно сказать, что он даже, в общем-то, меньше размерами, чем последние представители, такие как, например, Sigma, который 1.4 Art, либо Takina Opera, про которую я тоже не так давно снимал обзор. Что сказать про этот объектив сразу? Конечно же, в далёком 2006 году этот объектив был топ-притоп. Но если рассматривать его уже в разрезе современных, скажем так, тенденций, то сейчас объективы более резкие, более контрастные. И этот объектив, конечно же, в отношении резкости, контрастности, хроматических аберраций существенно будет уступать современным аналогам по каким-то по фокусному расстоянию, по светосиле. Поэтому этот объектив, он, скажем так, на любителя для тех, скажем, поколения людей, которые любят портретные объективы именно с таким лёгким софтом, такие мягкорисующие, вот как эти объективы часто называют. У этого объектива прекрасное боке, он мягкорисующий на открытой диафрагме. Вот, прекрасное боке, виньетирует на открытой, конечно же, но не так сильно, как я ожидал. И, что касается хроматики, хроматика такая мощная, жирная, но опять-таки в реалиях современного Lightroom и того же самого исправляется пипеткой на раз-два, то есть тыкнул, исправилась. Что касаемо виньетирования и дисторсии, которая тоже, кстати, есть, у него заметная бочка, такая прям на глаз, если где-то есть горизонтальные или вертикальные линии, то по краям эта бочка, ну, весьма так ощутима. То это опять-таки все в одно нажатие в том же самом Lightroom 20, какого у меня стоит, 22, 23, 23, наверное, года Lightroom или 22, не помню. Ну, в общем, нажатие одной кнопки и все это нафиг исправляется. В общем, поснимал я на него, конечно же, по-хорошему, как и опять-таки коллеги советуют. И вон, чтобы всю, так сказать, весь потенциал, всю мощь этого объектива, всю красоту, которую он дает раскрыть, это надо снимать утречком и вечером, когда такой максимально комплиментарный свет, когда можно снимать на контровой, на прямой падающий свет прекрасно снимается. Но, к сожалению, у меня не получилось. Вчера с моделью договорились, что в парке встретимся в 19.30. В итоге она чуть-чуть подопоздала. И те 30 минут, которые я планировал уделить при съемке именно при закатном солнце, ну, они не получились и не вышли. Поэтому я снимал в темноте практически, используя дополнительный свет. Снимал при постоянном свете, вот сейчас при котором идет съемка этого видосика, рисующий. И где-то там вот у меня сзади, на меня падает лысину мою, блик вот этот ставит. Не знаю, насколько это эстетично и красиво, но не смог себе отказать в удовольствии воткнуть второй источник. И там примерно такая же схема. Либо с одним источником я ее снимал, с софтбоксом 80 на 80, либо с двумя источниками, плюс контровичок ставил. Сегодня опять-таки днем решил, ну, поздно встал, решил сына пофотографировать, несколько кадров сделать. Ну, день уже задался, он уже был такой вовсю ближе к 12 часам, поэтому солнце, оно было достаточно высоко. И опять-таки ушел в тень вот на эту же площадку, на которой сейчас сам себя снимаю, опять-таки использовал дополнительный свет. Поэтому, так скажем, какую-то мега красивую картинку я вам, к сожалению, с этого объектива показать не могу. Вот ветер разбушевался, деревья качаются, листва вся вот так вот, софтбокс не смог поставить. Но, тем не менее, основные тезисы по объективу, скажем, могу сказать, что этот объектив мягкорисующий, этот объектив с красивым боком, даже исправлять его не хочется по краям. Этот объектив, кстати говоря, если снимать на открытый, он любит центральную композицию, потому что на открытые у него края уже специфически размываются таким образом, что слишком по краям, по углам размещать объект съемки на открытой диафрагме, ну, совсем-совсем нельзя. Ну, если, конечно, это не творческая какая-то задумка. Насколько он, на какой диафрагме, по моему мнению, он выходит на такую резкость, микроконтраст, который уже приближает его, ну, скажем так, к современной какой-то оптике. И это, скажем так, 2,8 диафрагма, то есть на две ступени, на две ступени и одна третья. Кстати говоря, кто-то, может быть, думает, что диафрагма 1,2 – это очень-очень сильно быстрая диафрагма, очень сильно светосильный объектив. Чтобы было понимание, между диафрагмой 1,2 и диафрагмой 1,4 всего лишь одна треть стопа. Кто-то скажет, что это, ну, совсем ни о чём, но, с другой стороны, это так же, вот, как с широкоугольной оптикой, когда, например, у вас есть объектив 16 мм, и, казалось бы, ну, куплю я себе 14 мм, казалось бы, в 2 градуса, ну, не в 2 градуса, пардон, в 2 мм фокусных расстояния. Разницы, казалось бы, не будет такой ощутимой. На самом деле, когда вы попробуете, поймёте, что, блин, капец, какой разный угол. То же самое касается светосилы, когда она приближается вот к таким вот показателям, скажем так, больше 1,4. То есть 1,4, 1,2, 1,1, 1,0. То есть каждая треть стопа уже прибавляет силу размытия, уже прибавляет света. Ну, в общем-то, вот, поболтал. Всё, что хотел сказать, сказал. Покажу картинки, конечно же, как это, что происходило, как снимал, что получилось. Сразу скажу, да, то, что получилось, можно было смело снимать на что угодно, то есть не обязательно на этот полтинник. Ну, снимал я только на открытый, потестировал его на разных гиафрагмах, имею в виду, технически пощёлкал какую-то картинку. А именно портрет снимал на 1,2, потому что было интересно, как он себя проявит на 1,2. Вот. Мусор какой-то летает мимо. Да. Ну, вот и всё. Смотрим фотографии. Вернее, смотрим, там видео какие-то будут, как я это снимал, фотографии будут. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комменты. Подписывайтесь на канал. Внизу, в описании под видео, будет ссылка на прокат. Фото про в Краснодаре, в котором я одолжил этот объектив для тестирования. Вот. Ну, скажу честно, объектив, как я и говорил, на любителя. И, наверное, вот так вот, имея я его в современное время, вероятнее всего, я бы его продал. Продал и купил бы что-то другое из полтинников. Может быть, это была бы та киноопера. Может быть, это был бы РФ, но я не знаю, как он рисует, как что, надо его сравнивать, смотреть. И, опять-таки, что касаемо нерезкой картинки, уже совсем попрощался, продолжаю болтать, извините, вот такой вот у меня формат. Не могу, как говорится, остановиться. Что касаемо картинки, вот именно, которая меня в свое время очень-очень, ну, скажем так, привлекла на этом фокусном, на полтиннике. Это все-таки была и остается Sigma 50 мм 1.4х. Да, она полностью дефективная, там вообще никакие края на открытые, да, там тоже, тот же самый наблюдается легкий софт-фокус. Но кажется, все-таки, что она все-таки порезче этого, но у нее там свой другой вайб, она более драматичная, скажем так. Она более какой-то дает холодные тона, она более дает какую-то темную гнетущую атмосферу, но это, опять-таки, мое мнение. Этот объектив, он потеплее, скажем так, повеселее, что ли, наверное, так можно выразиться. Более такой, этот объектив более мажорный, а Sigma X, которая 50 мм 1.4, она более минорная. Но это, опять-таки, в моем представлении, я вообще считаю, что все Sigma, даже включая сегодняшний арт, серию линейка 35 мм 1.4, 50 мм 1.4 и так далее, они все более минорные объективы по своей картинке. Не знаю, если вообще так можно, конечно, говорить, мажор, минор, это про музыку больше, да, но вот. В таком вот, в таком ключе, скажем так, оптика Sigma, в мое понимание, она более минорная, а Canon, оригинальные объективы, они более какие-то, более жизнерадостные. Все, всем спасибо, всем пока, дальше пойдет небольшой видос с картинками. Кто досмотрел до этого момента, посмотрит, кто нет, тут нет. Все, покеда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok